Природа гробовщика. Готов ли Запад к работе над ошибками? Конфликт в Украине приближается к своей второй годовщине. Однако перспективы мирного урегулирования по-прежнему туманны. Наоборот, обстановка в европейском регионе обостряется. На Западе активно муссируется тема возможного столкновения Североатлантического альянса с Россией. А у российских границ проводятся крупнейшие за 30 лет военные маневры НАТО, имитирующие начало Третьей мировой войны. В этом контексте особое значение имеет недавнее интервью президента Российской Федерации Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону, в котором российский лидер выступил с четким посланием западным элитам «Россию не победить на поле боя, а значит, нужно искать компромиссы». Посыл российского лидера ясен. Однако готов ли Запад отказаться от политики конфронтации ради мира и всеобщей безопасности? Пусть подумают, какой сигнал Путин послал Западу. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону российский лидер Владимир Путин послал четкий сигнал Западу. Россия готова к диалогу, но Североатлантическому альянсу и американским властям следует исправить свои ошибки. «Путин считает, что на Западе начинают понимать. Стратегического поражения России поражения на поле боя никогда не добиться. По моему мнению, это невозможно по определению, этого не будет никогда. Мне кажется, сейчас осознание этого пришло и к тем, кто контролирует власть на Западе. Но если это так, и если это осознание пришло, подумайте теперь, что делать дальше. Мы готовы к этому диалогу», — сказал Путин. Президент России указал, что его страна не начинала войну в 2022 году. Именно руководство США довело ситуацию в Украине до черты, за которой начинались разрушительные для России последствия. При этом Москва многократно предлагала искать решения проблем в Украине, которые возникли после госпереворота 2014 года мирными средствами. Но эти доводы никто не слушал. «Войну начали они в 2014 году. Наша цель — прекратить эту войну. И мы не начали ее в 2022. Это попытка ее прекратить», — отметил российский лидер. На вопрос о том, будет ли для НАТО унизительным признать контроль России над Донбассом, Путин ответил, «Пусть подумают, как сделать это достойно. Варианты есть, но если желание есть». Президент России считает, что Североатлантический альянс пытается запугать людей мнимой российской угрозой. «Это очевидный факт. Раздувается российская угроза», — заявил Путин. «Однако думающие люди, аналитики, те, кто занимается реальной политикой, просто умные люди, прекрасно понимают, что это фейк». Путин также отверг обвинения в том, что Россия якобы представляет угрозу странам НАТО. Он отметил, что у Москвы нет территориальных претензий к Польше, Латвии или другим странам Европы. «Это абсолютно исключено», — заявил российский президент. «Россия применит свои войска против Польши лишь в том случае, если произойдет нападение с польской стороны. У нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии, нигде», — сказал Путин. Он также отметил, что втягивание в глобальную войну противоречит здравому смыслу, поскольку это поставит на грань уничтожение все человечества. «Нами все время всех пугали. Завтра Россия использует тактическое ядерное оружие. Завтра вот то использует. Нет, послезавтра. Ну и что? Это просто страшилки для обывателей. Для того, чтобы выбить из налогоплательщиков США, выбить из налогоплательщиков Европы дополнительные деньги в противостоянии с Россией в Украинском театре военных действий», — сказал Путин. Российский лидер также отметил важность сохранения единства и целостности мира, а также достижения общей безопасности для всех стран мира. Голова разделяется на два полушария. Одно отвечает за одну сферу деятельности, другое — более креативное и так далее. Но это все-таки одна голова. Нужно, чтобы и мир был единым, чтобы безопасность была общей, а не рассчитанной на золотой миллиард. И тогда, только в этом случае, мир будет стабильным, устойчивым и прогнозируемым. А до тех пор, пока голова разделена на две части, это болезнь, тяжелое заболевание. «Мир проходит через этот период тяжелого заболевания», — констатировал российский лидер. Сильное НАТО делает США сильнее. Готов ли Альянс к работе над ошибками? Реакция Запада не заставила себя долго ждать. Своеобразным ответом можно считать заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, прозвучавшее вскоре после выхода интервью Путина. В беседе с журналистами немецкого издания «Вельд» генсек НАТО заявил, что Альянс должен подготовиться к конфронтации с Россией, которая может продлиться десятилетия. НАТО не стремится к войне с Россией. Однако мы должны вооружаться для возможного противостояния, которое может продлиться десятилетия, сказал генсек. По словам Столтенберга, украинский конфликт показал, что мир в Европе нельзя считать чем-то само собой разумеющимся. В связи с этим генсек призвал к увеличению мощностей по производству оружия и боеприпасов на Западе. «Нам необходимо быстрее восстанавливать и расширять нашу промышленную базу, чтобы мы могли увеличить поставки на Украину и пополнить собственные запасы. Это означает переход от медленного производства в мирное время к быстрому производству, которое необходимо в условиях конфликта», заявил Столтенберг. Он также отметил, что лучшая защита для НАТО – это поддержка Украины и инвестиции в военный потенциал. Ни о диалоге, ни о мирном урегулировании украинского конфликта Столтенберг не упомянул. Примечательно, что сегодня на пресс-конференции в Брюсселе генсек Альянса все же признал, что страны НАТО не видят для себя никакой непосредственной военной угрозы. Правда, затем Столтенберг добавил, что существуют еще гибридные и кибернетические угрозы. «Мы тщательно мониторим эти риски и бдительно следим за границей с Россией», заявил генсек. Столтенберг также сообщил, что европейские страны НАТО и Канада за последние 10 лет нарастили свои военные расходы на 600 миллиардов долларов. Растет производство оружия и снарядов. В прошлом году мы видели рекордный рост военных расходов на 11%. В 2024 году европейские союзники по НАТО потратят на оборону 380 миллиардов долларов. «Это впервые равно 3% их суммарного ВВП», сказал Столтенберг. Генсек НАТО также прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что для США финансирование Альянса слишком обременительно. В связи с этим Столтенберг напомнил, что США нуждается в сильном НАТО для противостояния с Китаем. Чем больше Америка озабочена размерами Китая, тем важнее сохранять НАТО сильной, поскольку США представляют собой 25% мировой экономики. Но вместе США и страны НАТО представляют 50% мировой экономики и мировой военной мощи, что гарантирует нашу безопасность и защиту наших ценностей, приводит слова генсека ТАСС. Столтенберг подчеркнул, что США никогда не вели войну в одиночку. Сильная НАТО делает США сильнее. США никогда не вели войну в одиночку. Они всегда сражались вместе с союзниками. От Корейской войны до Афганистана «Союзники по НАТО сражались плечом к плечу с американскими солдатами», сказал генсек. Ремесло гробовщика. Какие цели преследует НАТО? Заявление Путина о готовности к диалогу и слова Столтенберга о подготовке к многолетней конфронтации с Россией проанализировало китайское издание Global Times. Как отмечает издание, конфликт в Украине приближается к своей второй годовщине, но НАТО не планирует прекращать там кровопролитие. Последним подтверждением тому является заявление главы НАТО Йенса Столтенберга о том, что Запад должен быть готов к десятилетней конфронтации с Россией. Всего за два дня до высказываний Столтенберга президент России Владимир Путин в своем первом за два года интервью западным средствам массовой информации заявил «Мы готовы к диалогу. Не нужно быть геополитическим экспертом, чтобы судить о том, кто мешает конфликту завершиться», пишет Global Times. Столтенберг заявил, что Запад не стремится к войне с Россией. Однако слова генсека столь же лицемерны, как и действия США, которые продолжают бомбить то тут, то там, заявляя, что не стремятся к конфликту. То, что сказал Столтенберг, по сути является призывом к военной мобилизации. Попытка нагнетения военной атмосферы в целях дальнейшего укрепления интересов НАТО, считает профессор Фуданьского университета Шэнь И. О каких интересах идет речь? Во-первых, НАТО стремится обосновать необходимость своего существования. После распада Советского Союза неоднократно высказывались сомнения относительно необходимости функционирования НАТО. Поэтому Альянс продолжил искать себе новых врагов. И Россия, которая позиционируется как враг НАТО, стала краеугольным камнем сегодняшнего присутствия Альянса. Во-вторых, дело в деньгах. Альянс напоминает гробовщика, который в мирное время ничего не зарабатывает. Поэтому НАТО нужны конфликты и кровопролитие. Альянс сеет страх и панику, чтобы страны-члены продолжили выделять средства на военные нужды. По мнению Шэнь И, российский лидер понимает, что его стране и государствам Запада придется сосуществовать. Поэтому Путин заявил, что Россия не отказывалась и не отказывается от переговоров. Находясь в выгодной позиции с тактической и стратегической точки зрения, Россия готова послать своим противникам сигнал к переговорам, к диалогу, говорит эксперт. Путин демонстрирует более гибкую манеру поведения по сравнению с Западом и НАТО, считает Шэнь И. Прислушается ли к Путину НАТО? Едва ли. Столтенберг играет роль представителя НАТОвского отделения Пентагона при администрации Джо Байдена. Администрация Байдена определенно не хочет видеть провал Украины в год выборов. Иначе конфликт станет ключевым препятствием для переизбрания действующего президента. Научный сотрудник Китайской академии общественных наук Льюисян считает, что результаты президентских выборов в США окажут прямое влияние на то, как долго продлится конфликт. Ведь главные кандидаты Дональд Трамп и Джо Байден продвигают разную политику в отношении Украины. В какой-то мере мы можем рассматривать интервью Путина с Такером Карлсоном как диалог между Путиным и Трампом, который называл НАТО устаревшим, сказал Льюисян. Однако независимо от того, кто будет определять политику в отношении Украины, Байден или Трамп, НАТО во главе с США по-прежнему будет представлять опасность для Европы. «Байден эксплуатирует Европу, а Трампа вообще не волнует, разразится ли на континенте еще одна война», пишет Global Times. Но если США продолжат свою разрушительную политику, в конечном счете это ударит по самим американцам. Возможно, США временно выиграли от продажи оружия и энергоносителей, но в долгосрочной перспективе американский доллар рискует утратить свое влияние. И тогда США лишатся своей гегемонии. Слушать и выполнять приказы гробовщика не в интересах Европы. «Европейским странам следует взять на себя ответственность за собственную оборону и заключить мир с Россией ради общего блага», заключает Global Times. НАТО уже репетирует ядерную войну. Готова ли Россия дать отпор? Отношения между Россией и НАТО явно достигли опасной точки. Западные страны не только развязали опосредованную войну в Украине, но и стянули войска к российской границе, и сейчас проводят крупнейшие военные учения с 1988 года, которые фактически репетируют войну с Россией. Стоит упомянуть, что на фоне масштабных учений НАТО британские ВМС готовятся впервые с 2016 года провести пуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident 2. Это может свидетельствовать о том, что нынешние учения НАТО имеют ядерный сценарий. Пуск межконтинентальной ракеты будет осуществлен с атомной подлодки в Атлантическом океане. После испытаний субмарина вернется в строй британского флота ядерного сдерживания. Как отмечает китайское издание САХУ, подобные действия со стороны НАТО накаляют и без того очень напряженную обстановку. НАТО будет репетировать ядерный сценарий конфликта с Россией. В определенной степени такого рода провокация является не простой демонстрацией мускулов, а практически объявлением войны, предупреждением о том, что западный блок учитывает даже худший исход развития событий и ядерную войну. Но россияне, будучи воинственной нацией, этого не испугались. Они немедленно вынесли Западу собственное серьезное предупреждение, пишет САХУ. Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев недавно предупредил, что те, кто носит натовские каски и высокомерно демонстрирует свою силу вблизи российской границы, станут законными целями российской армии. Это предупреждение явно означает, что Россия приняла вызов НАТО, полагает китайское издание. Президент России Владимир Путин во время форума «Все для победы» заявил, что если сравнивать современное вооружение НАТО с вооружением последнего периода советского времени, то советское будет уступать. Однако новейшее российское вооружение явно превосходит натовское. При этом стоит учитывать, что Россия модернизировала свои стратегические ядерные силы на 95%, а морские практически на 100%. Этого достаточно, чтобы обеспечить стратегическую безопасность страны, считает СУХУ. Издание также обращает внимание, что после начала украинского конфликта в экономике США и Европы наблюдался отрицательный рост. В то же время российская экономика даже в разгар конфликта демонстрировала положительную динамику. Это показывает, что западный заговор провалился, и Россия добилась чистой победы, отмечает СУХУ. Из вышесказанного китайское издание делает три вывода. Во-первых, новейшее оружие России лучше, чем оружие НАТО, благодаря чему российская армия может эффективнее использовать свои средства разведки и поражения противника для оперативного реагирования и подавления врага. Во-вторых, если НАТО осмелится начать ядерную войну, России нечего бояться. Ее надежная опора, стратегические ядерные силы придают уверенности. Надо сражаться, значит так и будем делать. В-третьих, Запад хотел истощить российскую экономику посредством войны, но не ожидал, что чем дальше страна борется, тем богаче и увереннее становится. Поэтому, независимо от того, начнется новая война или нет, Россия в любом случае не проиграет, констатирует СОХУ. СОХУ.